Большой формат Блогеры ожидаемо против. Они считают, что их работу сложно оценивать по каким-либо профессиональным критериям, а те, кто попадают в лапы аферистов, виноваты сами. Поможет ли регулирование защитить пользователей от лжеучителей, выясняла Марина Костюкевич. Чему только не обучают блогеры в онлайн-режиме. Справляться с паническими атаками, находить мужа, сбрасывать вес, разбираться в лекарствах, наносить макияж. Самое популярное направление – психология. Как только человек стал более-менее узнаваем и появились подписчики, он стремится в соцсетях научить других, как надо жить. Казалось бы, благое дело – людям помогают справляться с житейскими трудностями. Однако на деле все выглядит порой не так, как обещают. При этом стоят консультации немалых денег. Курсы из серии «Познай себя» могут обойтись и в 20 тысяч, и 100 тысяч, и даже миллион рублей. Удалось ли кому-то с помощью таких курсов покорить мир – неизвестно. А вот насчет сбора денег распри в тех же соцсетях идут регулярно. Многие частенько возмущаются тем, что за их кровные им просто пересказали предисловие к какой-нибудь сказке. В народе такая деятельность получила очень меткое определение – инфоцыганство. О том, сколько они собирают денег с доверчивой интернет-паствы, можно судить по суммам, которые эти онлайн-коучи недоплачивают в бюджет. Недавно возбудили несколько уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов блогерами-продавцами дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалинах, которые не заплатили 300 миллионов рублей, и Александре Митрошиной – 120 миллионов рублей. Почему люди верят блогерам и переводят порой последние деньги за их обычные советы? Потому что людям не хочется реально изучать проблему, работать над собой, идти к профессионалам. Им проще получить обычный совет. Например, приклейте фото с пляжем в альбом «Желание» и вы получите райский отдых. Все рассчитано на веру людей в чудо, поясняет кандидат психологических наук доцент Ранхикс Кристина Иваненко. Там все просто, понятно, упаковано в три шага или в пять шагов. И, конечно, такая информация является более привлекательной, более простой. Есть иллюзия вот этой сказки, что сейчас я последую простым советам, которые даются, и у меня все станет хорошо. Что самое страшное, блогеры, которые рассказывают о лечении, питании и психологических проблемах, порой не имеют не только профильного, но и вообще какого-либо образования. А ведь на кону жизнь, здоровье и судьба людей. Уже есть случаи, когда после прохождения курсов таких онлайн-наставников люди заканчивали жизнь с суицидом, оказывались на улице, доводили детей из себя до истощения, рассказывает депутат Госдумы Яна Лантратова. Кто-то потерял деньги на так называемых безобидных марафонах желаний, а кто-то попал под историю с признаками финансовых пирамид, где им говорили, что их обучат чему-то, но им нужно привезти с собой друга, вложить денег, и люди брали кредиты и теряли эти деньги. Самый большой урон человеку наносят псевдопсихологи. Они действуют на самые тонкие струны души и могут манипулировать сознанием, говорит Кристина Иваненко. Там даже некачественная информация. Конечно, тоже, если она подана ярко, с манипулятивными методиками, с пресловутым NLP или же с другими инструментами, которые повышают вот эту сугестивную мощь информации, конечно, на неокрепшее сознание или же на людей в кризисных ситуациях такая информация может плохо влиять. Положить конец этому в Госдуме предложили с помощью введения лицензии на подобную деятельность. Блогеры-коучи, которые обладают знаниями и реальными навыками, получат после проверки документ, подтверждающий их квалификацию и продолжат делиться своими знаниями в онлайн-режиме. Те же, кто на поверку окажутся шарлатанами, будут занесены в специальный реестр. Другим способом привести такую деятельность в правовое русло невозможно, говорит Яна Лантратова. В настоящее время сфера никак не регулируется. Привлечь к ответственности мошенников практически невозможно. Хотя сумма, о которой идет речь, просто фантастическая. Потому что по разным оценкам рынок продаж марафона онлайн-желаний оценивается чуть ли не в 2 миллиарда рублей. Безусловно, будет несколько видов критериев для определения, готов человек предлагать свои услуги другим или нет. Один из главных пунктов – наличие профильного образования. Если ты предлагаешь онлайн-тренировки, то должен иметь сертификат тренера. Если рассказываешь, как снизить вес, должен быть как минимум врачом. Если ты позиционируешь себя как психолога, «Будь добр, предъяви документы о профильном образовании», говорит Кристина Иваненко. Необходимые 6 лет именно профильного образования. Не строительный институт, а потом повышение квалификации, какие-то курсы, а именно профильное образование. Желательно, чтобы специалитет или бакалавриат плюс магистратура были посвящены именно психологии. Второе – это повышение квалификации, которое у психологов тоже необходимо должно быть. Ну и, конечно, где он работал, какие у него были веки жизненного пути. Блогерам такой подход категорически не нравится. Они считают, что их работа не поддается какому-либо регулированию, и подходить к ее оценке с точки зрения профессиональных критериев не стоит. Они уверены, люди не будут платить деньги, а бы кому они их несут тем, кто реально помогает. Те же, кто сталкиваются с эфиристами, виноваты сами. Тем не менее, вопрос о регулировании деятельности блогеров-коучей дошел до правительства. Именно там будут выработаны критерии оценки способностей интернет-тренеров, которые поставят четкие границы между коуч-специалистами и инфо-цыганами. Марина Костюкевич, Вести-ФМ. Россия при создании собственного автопрома может воспользоваться опытом Китая. Сенаторы предлагают разрешить копировать автомобили из недружественных стран. А отечественные автомобильные компании будут производить эти копии. И насколько этот путь подходит для России, и какие проблемы могут встать на пути возрождения автопрома по китайской модели, разбирался Александр Андреев. С предложением копировать машины известных зарубежных брендов выступил замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев. Он считает, что нужно обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт, использовав их для создания отечественных брендов. При этом Васильев не скрывает, что говорит о прямом копировании зарубежных моделей. По сути, речь идет о нарушении лицензионного права. Однако в нынешних условиях, когда перестают действовать многие межгосударственные соглашения, подобный подход вряд ли кого-то удивит. Тем более, что Китай активно использовал подобные методы на протяжении десятилетий, а Запад закрывал на это глаза. Причем происходило все это в период, когда обстановка в мире была гораздо более спокойной, и страны Запада только начинали практиковать отказ от выполнения международных норм и правил. Но необходимо учитывать, что масштабы производства в Китае гораздо больше. Местный автопром мог позволить себе долгие годы работать для обеспечения собственного рынка. России же придется сразу искать внешние рынки сбыта. При этом даже Китай начинал не с готовых автомобилей, а с комплектующих для них, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Они сначала начали производить самые простые компоненты, а потом делать все более сложные, сложные, сложные. Сейчас фактически производят на территории Китая весь цикл запчастей. В России же пока производятся лишь отдельные компоненты, которые нельзя назвать высокотехнологичными. В основном это пластик и автомобильные стекла. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Гадаков приводит пример, который хорошо иллюстрирует невозможность создания копии современного автомобиля с нуля. Если ты выпускаешь микрочипы, которые начали выпускать на Западе или на Востоке 20 лет назад, то ты современную систему управления двигателем не создашь. Деталей, для создания которых требуются современные технологии, в любом автомобиле тысячи. Для выполнения этой задачи на данный момент нет ни необходимого оборудования, ни материалов, ни персонала, который мог бы этим оборудованием управлять. И даже если бы все это было, этого было бы недостаточно. Максим Гадаков приводит пример автоваза, который не может возобновить производство из-за отсутствия необходимых программ для станков. Было внедрено производство двигателей H4M, реношных, которые ставили вместе с вариаторами, вариатор был покупной, на разные автомобили, например, на Весту. Сейчас это производство стоит. Почему? Потому что софта нет. Как бы нам не хотелось получить все и сразу, для создания собственного автопрома придется начинать с гораздо более прозаичных задач. Необходимо производить комплектующие, но не для западных иномарок, а для машин с рынков, где российские запчасти будут покупать. Это прежде всего Индия и Малайзия, говорит Антон Шапарин. К глубокому сожалению, нам придется будущий отечественный автопром создавать унифицированным по качеству, уровню и запчастям с автопромом стран Южной Азии. Нужно разбирать автомобили Tata и Proton, делать запчасти для них и продавать их в страны Азии и на внутреннем рынке. Также для создания собственного автопрома в России нет квалифицированных кадров. По оценке Антона Шапарина, при слаженном действии всех министерств и ведомств на их подготовку потребуется от 6 до 8 лет. Тут нужно отметить, что далеко не все чиновники в России согласны с предложением Васильева. И с этим тоже придется работать, если будет поставлена реальная задача создания собственного автопрома. Потом еще около 10 лет уйдет на то, что эти обученные люди будут создавать производство и копировать сначала отдельные узлы и агрегаты, а затем и целые автомобили. То есть первые полноценные отечественные копии зарубежных автомобилей стоит ждать примерно через 20 лет. И это будут самые простые с технической точки зрения машины. С другой стороны, Россия славится тем, что может бросить все силы на решение поставленных задач и сделать то, что считалось всеми невозможным. Да и в других странах есть такие примеры. И нужно помнить, что чем раньше мы начнем, тем быстрее в стране будет возрожден собственный автопром. Александр Андреев, Вести ФМ. Конституционный суд потребовал, чтобы правительство Москвы определило порядок привлечения к ответственности граждан, нарушающих закон о тишине. Как выяснилось, до сих пор не установлено, кто именно в столице должен возбуждать административные дела в отношении шумных соседей. Ранее считалось, что это должна делать полиция. Однако необходимая норма в городском законодательстве пока отсутствует. О том, почему за правонарушением не следует наказание, материал Бориса Бейлина. Казалось бы, законодательство защищает жителей от шумных соседей. Есть московский закон о тишине. Есть нужные статьи в городском административном кодексе. Шуметь нельзя в ночное время с 11 вечера до 7 утра. Нельзя заниматься ремонтом по будням и в субботу с 7 вечера до 9 утра, а также в обеденное время с часу до 3. Вообще нельзя сверлить стены в воскресенье и в праздничные дни. Нарушителям грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Для юридических лиц от 40 до 80 тысяч. Правда, для граждан предусмотрено и просто предупреждение на первый раз. Столичные власти советовали. Если ремонт у ваших соседей или шумные посиделки постоянно затягиваются допоздна, то стоит вызвать участкового или позвонить в полицию. Сотрудники правопорядка проведут профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составят протокол. Кроме того, если соседи много стучат, можно обратиться в МОСЖИЛИнспекцию и проверить законность такого ремонта. Действительно, Московский административный кодекс определяет должностных лиц, которые должны составлять протоколы об административных правонарушениях по шумной статье. Это полицейские, в случае, если это предусмотрено специальным соглашением между городом и МВД. И как раз этот пункт оказался слабым звеном. Такого соглашения до сих пор нет. Поэтому полицейские иногда отказываются составлять протоколы на шумных соседей. У них есть для этого формальный повод. Ведь сотрудников правопорядка впоследствии могут обвинить в самоуправстве. Пробел в законодательстве удалось обнаружить благодаря упорству москвича Павла Лакина. У него как раз были шумные соседи. Еще в конце 20-го года он пожаловался на то, что этажом ниже постоянно звучала громкая музыка. Лакин вызвал полицию и потребовал возбудить против соседей сразу уголовное дело по статье хулиганства. Полицейские признаков преступления, естественно, не обнаружили, но согласились, что музыка действительно слишком громкая. И что есть все основания для возбуждения административного дела за нарушение тишины. Однако составлять протокол по этой статье они отказались, сославшись, что у них просто нет на это прав. Тогда Лакин обратился в прокуратуру. Но там жалобу москвича переслали обратно в полицию. Чтобы разорвать замкнутый круг, москвич пошел в суд. Но и там сначала не нашел поддержки. Судья объяснил, что возбуждать дела по статье о нарушении тишины не дело прокуратуры. Она не должна подменять собой МВД. В итоге Лакин дошел до Конституционного суда, который, наконец, встал на его сторону. КС признал отдельные положения Московского административного кодекса несоответствующими Конституции. Правительство столицы и МВД до сих пор не заключили нужного соглашения о сотрудничестве, без которого нормы, определяющие порядок привлечения нарушителей к ответственности, не могут вступить в силу. Иными словами, отметили в КС, сейчас у москвичей нет возможности привлекать к ответственности шумных соседей. В связи с этим Конституционный суд предписал внести соответствующие поправки в городское законодательство и заключить все необходимые соглашения для запуска системы контроля тишины. Причем данное решение КС касается и других регионов, в которых этот вопрос до сих пор не урегулирован. Что касается Павла Лакина, то Конституционный суд признал, что москвич имеет право на компенсацию. Будет ли он требовать денег за нарушенный покой и судебные тяжбы, пока не сообщается. Борис Бейлим, Вести-ФМ Здравствуйте, с вами Николай Гринько. Группа израильских ученых сконструировала мобильную роботизированную систему, способную различать тончайшие запахи, используя для этого усики-саранчи. Насекомые обладают развитым обонянием, и у большинства видов распознавание запахов выполняется с помощью усиков или антенн. При этом все варианты электронных носов, сконструированные инженерами к сегодняшнему дню, представляют собой громоздкие и не слишком чувствительные аппараты. Исследователи из Тель-Авивского университета решили построить собственный прибор, подключив усик-саранчи к электронной системе колесного робота. Сигналы обонятельных рецепторов антенны передаются искусственному интеллекту, который обучили распознавать 8 различных запахов, например, ароматы герани, лимона и марципана. Система смогла надежно различать их все. Более того, дополнительные эксперименты показали, что нейросеть определяет и более тонкие запахи, например, распознавая разные сорта шотландского виски. По словам ученых, такая система в 10 тысяч раз чувствительнее использующихся сегодня инструментов. По мнению коллектива редакции нашей программы, ученые создали самого настоящего киборга — систему, состоящую из электроники и живой органики. В этом-то и заключается особый нюанс. Конструкция может функционировать очень ограниченное время, до тех пор, пока клетки усика не погибнут. Тем не менее, если верить опубликованным материалам, нейросеть научилась распознавать запахи, которые не способны почувствовать ни одна существующая электронная схема. Отдельно стоит отметить тот факт, что систему смонтировали на колесной платформе, напоминающую игрушечный автомобиль, собранный из детского конструктора. Правда, пока в этом большого смысла нет, платформа никуда не едет. Но это задел на будущее. Разработчики собираются научить нейросеть управлять моторами, и тогда платформа сможет двигаться по направлению к источнику запаха. Смысл в том, что так система сможет находить утечки из трубопроводов, подозрительный багаж, испорченные продукты на складах, потерявшихся людей, одним словом, быть по-настоящему полезной. Если бы не одно «но». Работать она будет только пока живые клетки усика способны передавать сигналы. Есть подозрение, что это время измеряется минутами, а для его увеличения оператору придётся таскать с собой коробку с живыми насекомыми и периодически отрывать им по одному усику. Конечно, это саранча, сельскохозяйственный вредитель, но всё равно животинку жалко. Хотя... Вести ФМ. Хай-Тек.